Всем привет! Вы смотрите новости о мире и с вами я Екатерина. А вы знали, что летом 1987 года в СССР впервые был проведен марш за мир? Три недели с 15 июня по 8 июля американские и советские борцы за мир шли пешком из Ленинграда в Москву. Поход за мир начинался в Ленинграде, проходил через Новгород в Калинин и заканчивался в Москве. Участников встречали цветами, а в маленьких деревнях пожилые люди со слезами благословляли их иконами. С американской стороны принимало участие около 200 человек. Это были представители так называемого среднего класса. Каждому американцу участие в этом марше обошлось примерно в две с половиной тысячи долларов, но большинство американцев пребывание в СССР компенсировал сооснователь Apple Стив Возник. С советской стороны участвовало тоже около 200 человек. Студенты, врачи, квалифицированные рабочие. Это люди, которых отобрали в Советском фонде мира. Но к ним в процессе движения по областям присоединялись и простые люди из тех мест, по которым проходил поход. Нередко на каком-то участке пути шли от двух до четырех тысяч человек. Участники проходили 20-25 километров в день. Татьяна Авдеенко говорила, марш доверия. Это марш подлинной народной дипломатии. Впереди идут знаменоносцы. В руках у советских участников звездно-полосатый флаг. У американских красный с серпом и молотом на красном полотнище. Они идут плечо к плечу. Оба знамени рядом. Вот так бы всегда и во всем. Заключительным этапом похода за мир стал грандиозный концерт, который прошел в Москве 4 июля, в день независимости США. Посмотреть концерт собралось около 30 тысяч человек. Концерт прошел абсолютно бесплатно. Этот марш стал продолжением разрядки и установлением мира между СССР и США. Сегодня отношения между нашими странами снова напряжены. Может нам пора вспомнить про народную дипломатию? Тысячи американцев и русских могли бы снова пройти по русской глубинке, доказав, что простые люди не имеют ничего против друг друга. И нам, в отличие от политиков, нечего делить. А вы знали, что в начале 1987 года на родине великого русского писателя Льва Толстого в Тульской области возникло движение «Мир без насилия»? Его девизом было «В поисках зеленой палочки». Почему такой девиз, спросите вы? Просто в конце жизни Лев Николаевич опубликовал статью «В поисках зеленой палочки», в которой размышлял о жизненных ценностях. Но вернемся к движению «Мир без насилия». Оказывается, основатель движения Петр Савельев заложил в основу идей не только мысли великого классика, но и Делийскую декларацию. Она была подписана в 1986 году главами двух государств — Советского Союза и Индии — Михаилом Горбачевым и Радживом Ганди. В декларации сказано, «Мирное сосуществование должно стать нормой международных отношений. Ненасилие должно быть основой жизни человеческого общества. Философия и политика, построенные на насилии и устрашении, неравенстве и угнетении, дискриминации по расовому и религиозным признакам, по цвету кожи, аморальны и недопустимы. Они приносят дух непримиримости, губительной для всех высоких устремлений человека и отрицают все человеческие ценности. Построение свободного от ядерного оружия ненасильственного мира требует перестройки в умах людей, воспитания народа в духе мира, взаимного уважения и терпимости». Именно эти идеи вот уже несколько лет пытается донести до общественности миротворец Лаки Ли. Он считает, что в наше нелегкое время, когда бушует коронавирус, тысячи людей болеют и умирают, как никогда актуальны постулаты Делийской декларации. Дорогие друзья, берегите себя, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. С вами были новости о мире и я Екатерина. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok